У нас в гостях Владимир Евгений Загарских, фотокурожник, создатель галереи пейзажных, портретных, всяких разных снимков. Его фотографии находятся в архиве истории Санкт-Петербурга, в частных коллекциях, это и в России, и за рубежом, и даже в нашей скромной библиотеке, чем мы несказанно гордимся. У Владимира Евгеньевич у нас автор 12 книг, сегодня он тоже об этом расскажет, здесь у нас все книжечки представлены для вас, их можно и в руки взять, и посмотреть. И в то же время Владимир Евгеньевич неукомодный такой путешественник. И вот каждый раз, возвращаясь из определенного места, куда путешествуют, это и Россия, и за рубежные страны, он привозит огромное количество снимков. Естественно, часть снимков у него идет в основу новых книг, а встреча наша сегодня как раз-таки посвящена презентации новой книги Владимира Евгеньевича, которая называется «Собирательный образ». Это фотоальбом его путешествий. Владимир Евгеньевич, мы ждем ваш интересный рассказ. Спасибо. Спасибо, друзья, что пришли. Вижу многих, хотя уже несколько лет, три года назад или четыре года назад я здесь был. Последний раз вижу знакомые лица уже заполнились. Так что большое спасибо, что пришли послушать мои рассказы. Мне всегда очень приятно бывать вот здесь, в библиотеке, где такая руководитель неугомонная Лидия Анатольевна преобразила сейчас всю свою библиотеку. Такой отличный зал здесь получился. Молодцы. Вот я удивляюсь, много так вот езжу здесь, бываю в различных компаниях, в Петербурге, еще где-то. Я, честно говоря, я говорю, в Тихвине, мне аж рад за них, но для меня горько, что такого нет в Пекалево, что взять вот эту библиотеку Бередникова, что взять центральную детскую библиотеку, вот эти две женщины, Татьяна и Гридия, я говорю, это были бы везде такие, у нас бы во всей России так было все. Так что молодцы они. Ну, значит, что ж, я не стал в этот раз какие-либо фотографии сюда представлять, потому что как такового выставочного пространства нет. Повесить одну, две работы, три работы, это не то, потому что если представлять, то надо серию работ представлять, которые, чтобы говорила своего рода, это была фотоистория. Это фотоистория. Где-то ее, если представлять, хоть на выставочном пространстве или там в соцсетях, там тоже фотоистория именно. Я любитель таких вещей. Ну вот, 10 лет назад, в 12-м году, меня уже посетила такая мысль, что эти люди уходят, а книги остаются. И чтобы оставить какой-то след после себя, я думаю, уже мне не стыдно говорить, что через 2 месяца 70 лет уже, можно сказать, большая часть жизни прожита. Надо какой-то след о себе оставить, надо делать книги. Потому что те архивы, которые у нас хранятся на жестких дисках, хранятся на таких дисках оптических, это все они просто могут лечь. Заинтересуются наши потомки, дети, внуки, внучки или нет, это очень сложно сказать. Поэтому, если есть какая-то малейшая возможность, надо делать. Но не обязательно делать так вот, как здесь, но именно заняться издательством книг. Те фотоархивы, которые у меня на сегодняшний день имеются, все же я снимаю, еще раз повторюсь, хотя я уже говорил об этом, снимаю я с 64-го года, когда учился в 4-м классе, мне подарили фотокамеру «Смена 2». И вот я начал фотографировать с того времени. И, кстати, фотокамера до сих пор у меня хранится и в рабочем состоянии. Это и первое, и все, которыми я снимал, я ни одной не продал фотокамеры. Все они хранятся у меня в рабочем состоянии. И вот я вам хочу представить то, что я наработал за последние свои 10 лет. В 12-м году вышла первая книга «Другая грань у меня», с нее все началось, а потом дальше больше. Это я вам показывал эту книгу, эта книга есть здесь в библиотеке. После этого, когда я издал «Великорецкий крестный ход», книгу, рассказывающую о Великорецком крестном ходе, это еще повторюсь для тех, кто не рассказывал, не слышали мою историю, «Великорецкий крестный ход», который проходит ежегодно, уже скоро 600 лет, в Кировской области, на Великую реку, где было явление иконы Николая Чудотворца. И после того, когда вятичи оставили у себя, не отдав Ивану Грозному эту икону, которая явилась народу, они дали слово Николаю, что ежегодно, 4-5 июля, ее будут приносить на Великую реку, туда, значит, где будет проходить водосвятие, и потом обратно возвращать Трифонов монастырь, где она хранится постоянно. И вот этот путь, 170 километров общей сложности, я два раза с ними, давно была мечта у меня такая, два раза я прошел этим крестным ходом. Вот после первого крестного хода у меня появилась такая книга, которая в тот же год, в 15-м году, стала лауреатом Международного кинофестиваля «Невский благовесть». Да, уже начинает появляться опыт работы над книгами. После этого я приступил к работе «История моего рода». Так как коснулся я по жизни, в нашем роду ни один не знал, откуда пошла наша фамилия, откуда пошел наш род. Вот я долго работал, материал собирал почти 14 лет, зная, что когда я выйду на заслуженный отдых в 13-м году, я все же буду работать над этой книгой. И вот я такую книгу сделал, такую книгу сделал. Там в ней у меня в родословном древе 183 персоны, есть из них 126 с фотографиями. Но на этом у меня после того, когда хотел я продолжить дальше работать, я два раза обращался в польское консульство. Ну, они с нами не хотят работать, поэтому это уже пусть, если будет интересно моим потомкам, они продолжат дальше работать. Но, сделав эту книгу, думаю, надо рассказать историю моей семьи. Историю моей семьи. Вот она у меня получилась в трех книгах, эта история. И по толщине, значит, 180 страниц, 270 и 360. Хотя первая книга 180, я в ней осветил период от своего рождения до приезда в город Пикалево с севера. Вот полностью детство, школа юношества, служба в армии, учеба в институте, работа на севере. И приезд сюда, значит, это получается с 17 апреля 1953 года по 6 марта 1982 года. Вторая часть истории моей семьи, это история моей семьи и моей работы в компании «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург». Значит, заканчивается, в ней, в этой книге у меня более 700 фотографий, именно здесь. И заканчивается 17 октября 2013 года, потому что 18 у меня началась новая жизнь. Называется «Началась новая жизнь», это жизнь на заслуженном отдыхе и начинается медовый месяц. Вот эта книга и заканчивается она у меня 31 декабря 2011, у нас сейчас 22-го, 21-го года. Значит, как раз 31 декабря я закончил эту книгу. Плюс, дальше пришлось, сделал мне книгу «Зоя Штапова. Жизнь врача длиной в век». Это у нас была у нашей семьи, у меня лично это друг нашей семьи, известный врач этот Пикалева. Может быть, кто-то и слышали «Зоя Ильинична Штапова». И вот к столетию, со дня ее рождения, в 99 лет, положенности к столетию, за год в 99, я ей вручил такую книгу, где описана полностью ее жизнь. Полностью ее жизнь. Она, работали мы над этой книгой, совместно с ней много я аудиозаписей делал, где она рассказывала про свою жизнь. Ну, жизнь у нее, конечно, была очень сложная. Она, коренная ленинградка, в 19-м году родилась, прошла всю блокаду, потеряв всех своих родственников. Ни одного не осталось родственника. Приходит она с работы на Васильевском острове, а дома нет, ничего нет. Вот, в общем-то, очень сложно было. И для нее, конечно, она была врачом, врачом, главным врачом лазарета, где лечили военно-пленных немцев. И вот представьте ее состояние, человека, у которого погибла вся семья. У нее погиб муж, значит, в первые же дни. Они прожили-то совсем там несколько месяцев, значит. И вот, и она лечила вот этих пленных, пленных гитлеровцев. Потом она увезла, первый эшелон увезла гитлеровцев в Германию. Там как бы сдала, передала. Ну, вот здесь вот, вообще, когда интересно, работаешь с архивами, много таких интересных фактов узнаешь. Я так, может быть, занимаю ваше время, но тут я не могу не рассказать. Значит, у нас же везде пишется, что первый эшелон, вот, с военнопленными, отправлен был в 48-м году. Она уехала в начале 46-го года. Почему умалчивается этот факт? Хотя в архивах это есть, это неизвестно. Почему так вот? Она сдала этих, значит, немцев, вернулась, пошла в облздравотдел и попросилась, чтобы ее отправили куда-нибудь подальше от Ленинграда. Чтобы унять свою сердечно-душевную боль, уехать куда-то подальше. Вот ей предложили Пикарева, куда она приехала в 48-м году. И там полностью она начинала с ноля. Она построила и больницы, и поликлиники, и организовала вообще систему здравоохранения района. Уникальный человек, уникальный человек, значит. Ну и вот там она жила. И вот они... Сделал я такую книгу. Когда мы много лет дружили, но когда в 18-м году, в 18-м году я увидел ее архивы на письменном столе, я говорю, можно посмотреть. Начал смотреть ее архивы. Не удержался, попросил, взял домой, посидел я неделю и понял, что надо делать о таком человеке книгу. Сколько, правда, пришлось биться с руководителями вышестоящими, чтобы копеечки вот эти... Для них это копейки, конечно же, выбить. Но сделали эту книгу. Конечно, там финансово можно было бы издать большим тиражом, а в общей сложности получилось про такого человека всего лишь там 150 экземпляров. И то уж я первого выкупателя из типографии поехал, я уже с банковской карточки снял свои деньги. И пришлось, наверное, свои деньги первый на тираж выкупить. Потом, правда, вернули эти денежки мне. Ну вот, вот так получилось. Хотелось, конечно, о таких великих людях, больше никак не скажешь, которые есть, вообще у нас осталось, единицы в целом по России. Думали и фильм сделать, вот один миллион рублей. Три раза я писал. Мне к районному руководству уже бесполезно было. Думаю, я на пенсии нахожусь, что мне делать? Я три раза Дрозденко писал, но получал за разные подписи. И в том числе и Викторин, что из-за отсутствия финансирования не найти миллион рублей было, чтобы сделать фильм о таком человеке. Ну, вообще, эта книга, конечно же, есть сейчас во всех каталогах в интернете. Можно ее найти. И руководство национальной библиотеки, конечно же, оценило это. И у меня есть благодарственное письмо за эту книгу. То есть, вот такая книга. Я думаю, что из десять у вас сколько, вот я знаю, есть такие люди, которые заслуживают не только книги, заслуживают, чтобы о них сделали и фильмы. Но, вот видите, мы очень хорошо научились говорить, обещать. Так, это рассказываем, все это у нас хорошо, все, никого мы не забываем. Всех помним. А когда доходим до дела, вот так оказывается. Следующая книга Сергей Барнин называется, значит, «Повесть о настоящем газовике». Но это уже, вы знаете, у нас же любят люди, меня попросили сделать эту книгу, потому что этот человек меня принимал на работу. Тогда еще в Лентрансказе. Но, к сожалению, в 89-м году он ушел из жизни, но так как мы с ним все общались и немало общались. Потом у меня и архивы, фотоархивы были некоторые про него. Попросили сделать эту книгу, но когда дошло название этого, нет, это не пойдет. Надо другое «Повесть о настоящем газовике». Но ведь есть книга «Повесть о настоящем человеке». А это уже плагиат. Сейчас, если бы по всем нормативам посмотреть, одно слово всего лишь не то, это уже плагиат. Но пришлось идти на хитрость, и чтобы вышестоящих руководителей удовлетворить, сделал так, что здесь Сергей Пармин. А когда человек переворачивает, а там еще и «Повесть о настоящем газовике». Ну, вот так вот даже. Ну, а там один из руководителей говорит, что смотрит, да как это? Его нет. Пришлось и его таким хитрым образом вставить, значит, туда. Но так, что читают. Потом посмотрите, перелистят, там сразу пролистают. Ну, вот этот человек чем знаменит? Он вообще один из основателей нашей газовой промышленности Советского Союза. Он, когда вот я приехал сюда в 1982 году, принимал меня на работу. В то время был он единственный герой социалистического труда у нас в Союзе в газовой промышленности. Но это одно, промышленность промышленностью. У него, он почти два года был механиком Моресьева. Обслужил его самолет. Обслужил его самолет, вместе они воевали. Поэтому, вот он и заслуживает этой книги. Но, если говорить про книгу, вообще это была самая сложная книга для того, чтобы ее сделать. Так как архивы, которые у него были в семье, пришлось много найти людей. Сын непутевый у него был и дочка тоже. Они взяли и все это выбросили. Ордена, медали, наверное, где-то не продали. А все то, что бумажные, фотографии, все. Вот хорошо я нашел в Московской области одну дальнюю родственницу. У нее сохранилась часть. Вот по Крупинкам, с архивом, со всего. Вообще делать пришлось. Это самая тяжелая книга у меня была. Ну, за сколько так, сентябрь мы начали? Да, за 6 месяцев я сделал эту книгу со своими друзьями, которые помогали мне в этом вопросе. Особенно Дмитрий Бергановский, благодаря которому практически все, за исключением одной книги первой, Русанов, которую помогал делать Михаил Варцземляк, знаете его все. Вот он помогал делать. Вот мы за 6 месяцев ее сделали. Это к столетию Сергея Федоровича эту книгу сделали. Ему было в прошлом, уже не в прошлом, а в 20-м, да, в 21-м году ему исполнялось 100 лет. Ну, вот книгу сделали. То есть, все вот это осталось. После этого у меня появилась книга «Принцип зеркала». Ну, вот если о ней рассказать, об этой книге, то здесь вообще этот принцип, если кто-то из философии помнит, существует такой принцип зеркала. Но я подробно не буду рассказывать. Вообще, если в двух словах рассказывать, вот я иду по улице, и вы знаете, смотришь, и вы идете, когда кто-то проходит мимо вас, раз, прошел, и все, и никакого не следа. А бывает раз, и зацепило тебя вот человек. Не то что внешность, взгляд его, лицо что-то. Вот это. И когда ты чувствуешь, что тебе чего-то не хватает, ты находишь это в других людях. Потом время будет у нас, мы можем немножечко поговорить об этой книге. Значит, здесь в этой книге представлены, здесь у меня есть и ваши люди, и вообще те портреты тех людей. И, первонаперно, черно-белые большие портреты, и жанровые портреты тех людей, которые в моей жизни появились и оставили след, в душе след. Вот они у меня оказались в этой книге. И, наконец-то, мы дошли до книги «Собирательный образ». Честно говоря, я не планировал эту книгу делать. Хотя Дима Бергановский настаивал, Володя, много у тебя зарубежных портретов есть. Надо, надо, надо. Но я говорю, Дим, я не готов к этому делу. Поэтому пускай лежат. Там видно будет. Конечно, я впоследствии бы и сделал. Но вот, когда летом этого года, весной даже началось, знаете, сложилась вот эта ситуация такая сложная у нас в стране. И я уже начал задумываться. Вот хорошо, и в том числе и Господь помог мне, супруге. Вместе мы с ней всегда путешествуем, да, говоря, там, со своим самоваром. Но приходилось, пришлось возить по всему миру. И вот я думаю, а смогут ли так вот мои дети, два внука, внучка, поездить по этим странам, пообщаться с людьми и убедиться, что во всем мире люди-то же везде одинаковы. Везде одинаковы. И все хотят жить в мире и дружбе. И следующее, то, что самому, самому везде, вот я всегда говорю, надо прежде всего быть человеком. Если ты будешь человеком, вести себя нормально, тогда к тебе и те люди, независимо, где ты снимаешь и находишься, то ли в Корволе находишься, то ли там на острове Сулавеси, где не знает, там мало кто знает этого языка даже, какого-то английского, например, там, которым чуть-чуть там немножечко владел. Но человек всегда чувствует, когда ты общаешься с кем-то, что от тебя исходит. Взгляд у тебя какой, как ты ведешь себя. Если ты нормально себя ведешь, соответственно, и к тебе будут точно так же с теплотой относиться. И ты, не знаю, языка будешь понимать, будем друг друга, и вот будет это все нормально. И вот тогда я уже принял такое решение и решил, Европа, где много приходилось бывать, и другие страны, там очень сложно людей снимать. Нет вот этой открытости, можно и на конфликты нарывался, что без разрешения кого-то сфотографироваешь. В итоге разборки эти все. И вот я решил на примерах людей Юго-Восточной Азии, а в этой книге у меня, значит, это Китай, Япония, Гонконг, Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Малайзия, Индонезия, значит, и еще есть Эмираты, Арабские Эмираты. Вот на примере вот этих людей, именно этих стран, вернее, я хотел показать, хотел показать, что люди тут на самом деле везде одинаковые, везде одинаковые. Так, 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 я извиняюсь, я, наверное, немножечко повернусь, чтобы можно было показывать. Так, так, везде одинаковые. Вот, к примеру, то общение тех с людьми, которое было у меня на самом деле в этих странах, ездили мы, и оно осталось незабываемое, это общение. И вот, к примеру, взять этот же Вьетнам, это одна из тех стран, в которых хочется и хотелось бы возвращаться еще раз. И вот за несколько дней, ну тут не за несколько дней получается, за 15 дней мы были по приглашению в этой стране, мы проехали ее вдвоем практически с севера до юга, до самого Меконга, до Сайгона. Значит, где-то плыли, где-то летели, где-то ехали. И в итоге вот у меня сохранился такой портретный ряд вот этих людей, этих вьетнамцев, которые относятся к нам, к русским, конечно же, очень-очень тепло. Где бы ты ни находился, всегда, всегда можно с ними общаться, и это доставляет большое, большое даже удовольствие общения с этими простыми людьми. Видите, большинство снято у меня без помощи телеобъектива, то есть, разговаривая с человеком, я всегда просил, прошу, если мы общаемся, давайте будем разговаривать, общаться, но в то же время я буду фотографировать. И это никто, конечно же, не против от этого, от такого. И в итоге вот получается вот такие снимки, такие глаза получается у людей, и видно, что мы находимся с ними в данной ситуации на одной волне, как говорится. Это в дельте Меконга реки, там на одном острове были, и вот там много лодочников, и они тут попали. Конечно, единственное, что хочу сказать, вот про эти все фотопутешествия, фотографу тяжело путешествовать. Честно я вам скажу, как один недавно, просмотрев эту книгу, мне написал на старшем окружении, «Слушай, как тебя жена терпит в поездках?» Ты же полностью отвлекаешься, не только и все фотографы, и вот этим увлекаешься, вместо того, чтобы сочертать какие-то красоты. Ну, здесь фотография вот эта вот интересная. Похоже, похоже. Похоже, да? Да. Это уже супруга, она у меня тоже умеет все фотографировать, всегда беру и клинел, камеру, здесь вот она меня и запечатела. Нет, он застолбил, Володя Александровна. Что? Застолбил место. А, ну, придется, может, сдвинуть. Это ерунда. Ерунда, да? Тогда надо будет Чену позвонить, он как раз в этом городе живет, сказать, Чен, договорись там со своими, пусть немножечко сдвинут, мне немного, может, осталось уже до этого. Я с тобой выбрал хорошее. Китай, конечно же, это, да и вообще о многих странах можно много рассказывать, но зачем это, блядь, внимание ваше. Здесь первый раз я попал в Хитай, меня нужда заставила, честно говоря. Это было в шестом году, 2006 год, когда у меня была проблема с рукой, я не помню, какая левая, правая. Я лечился здесь, в каких клиниках только не был, в институте Эврендена сказали, поможет только искусственный сустав локтевой. Все, больше ничего вам не поможет. Ну, расстроился, что такое, в 63 года стать инвалидом, начитался тогда уже интернет появился, начитался информации, нашел клинику сертифицированную, она единственная была в Китае, на острове Хайнане. Вот я тогда списался с ними, с руководством клиники, и полетели с супругой туда. И, вы знаете, через две недели я забыл, какая рука у меня болела. Это вот такая медицина, и на самом деле так получилось. Ну и, соответственно, путешествовали. И вот сама по себе, вы знаете, запомнилась. Я думаю, что это до конца жизни запомнится. Это диагностика у них, диагностика в клинике. И вот этот доктор Ло, замглавного врача, тогда ему еще уже было за 70 лет, он меня осматривает, никаких у него электронных приборов нет, даже давление меряет, этот ртутный у него этот тонометр стоит. Значит, вот именно он говорит переводчику, переводчик озвучивает мне. И вот он озвучивает переводчик, и я думаю, а где же доктор Ло видел мою историю болезни, которая хранится в диагностическом отделении Егенградской областной больницы. Ну вот без всяких, вот все, все, все полностью. И вот он, все, я берусь лечить вас, и в итоге, на самом деле, две недели лечения, и такой сейчас я не помню, которая рука у меня там была. Так сустав-то поменяли или нет? Никто не менял мне сустав? Нет. Меня лечили что, значит, иголки он ставил, сам он ставил своим ассистентом, разрешал это в его присутствии только снимать. Мне ставили по 28 иголок. Вот я привез, у меня лежат на письменном столе эти иголочки, некоторые, несколько штук ставили, они длиной 160 мм. Вот, считайте, вот 150-160 мм. И вот это, потом трава лечения, какие-то травы для меня готовились строго, порасписывали, именно по времени поили меня этим. И массаж. Но массаж до сих пор, я первые два дня, я, честно говоря, их, я кричал. И вот такая клиника, и, кстати, приехал оттуда, у меня друг, ему уже было тогда за 70 лет, у него инсульт прошел. И он плохо ходил, плохо разговаривал. Она была, эта клиника, именно единственная, в том числе, последствия инсульта лечили. Вот он туда полетел, 24 дня, возвращаться, звонит, уже звонкий голос, потом встретились, ходит человек, и все. Людмила Борисовна Бадальянс, два раза она летала туда, тогда в эту клинику. И вы знаете, по тем деньгам было, это дешево, по сравнению с нашими даже клиниками. И вот в Китае в итоге побывал я в этой клинике, а потом мы еще приезжали просто попутешествовать. И один раз, будучи в Гонконге, виза одна и та же, что в Китае, что в Гонконге. Надоело эти, да, каменная джунгля, супруги, супруги, надоело. Мне уже полетели, говорю, на остров Хайнань, доктор Уло. А у меня фотографии с первого раза остались, заодно и подарили им фотографии. Вот, сели на самолет, прилетели туда, пришли к ним, вот, его фотографии эти подарили, и все, вот он предложил, давайте, говорит, у вас какие проблемы есть? Я говорю, да какие у нас проблемы? Нет. Давайте тогда, если у вас есть время, какой-то общий укрепляющий курс, в качестве вам подарка сделаем обоих, сколько дней есть? Ну, дня 4-5, говорю, вот он нам подарил такой курс. Конечно, это удивительно. А вот про диагностику и про лечение, знаете, я много уже, начиная с 2008 года, занимаюсь историей и вообще общаюсь с вепсами нашими, с южными вепсами, со средними и с северными вепсами. И вот я начал изучать, не то что изучать, собирать материал, и понял, да и сам я на себе испытал неоднократно. А у нас же были лекари-то ж не хуже, не хуже, чем там. Но это все, все, как говорится, каленым железом выжгли. Они бы могли лечить и лечить. Ну, вот не зря же даже было, кто не знает, ты-то, наверное, знаешь, наверняка. Недалеко от Хорвалы была деревня Нойдала. Я правильно говорю, это в переводе на русский, это деревня Колдунов. А это, если вы представляете, Бокситогорский район, это Ефимовская, и на север пошла Радогаща, Сидорова, Корвала, вот это уже. А потом от Корвала где-то километров там 15 уже, раньше пешком ходили, там уже Подпорожский район начинается. Вот там эта деревня была. И там были, как рассказывают, но я жалею, что поздно занялся вот этой темой, но раньше не было. Я работал, мне не до этого было. И осталось единицы, единицы вот тех людей, которые помнят, что-то расскажут. Вот я по крупинкам вот это все пока продолжаю собирать, собирать, где-то что-то услышу, записывать, переснимать, перефотографировать, фотографировать. Думаю, потом, может быть, я что-то и приду к тому, что какую-то книгу я и сделаю про это. Но у нас было это и не хуже. Я на себе, на самом деле, и на себе испытал, на своем здоровье, когда мне помогли. Мне, отец у меня приезжал специально, вот с Урала специально приезжал. Мы ездили в Радогащи, там женщина его лечила. Никто ничего не мог, она помогла и так далее. Но было у нас такое. Вот Китай сохранили, а мы все, как обычно, до основания, а затем разрушать, разрушаем. А создавать, что мы создали, какому медицину мы создали. Вот я еду, честно говоря, в четверг вечером днем, возвращаясь с Питера, и слышу по русскому радио, там интервью дает председатель комиссии по здравоохранению нашего ЗАГСа. Ну, я могу все рассказывать, я никого, честно говоря, не боюсь, и никто мне ничего. И вот он начинает рассказывать, какая у нас хорошая, он отсюда с Тихвина сам, какая хорошая медицина в Тихвинском, Боксидо-Горском районе, но лучше не придумать. Лучше не придумать вообще. Я, честно говоря, ну ладно, там у меня в лук сидел еще, невестка, иначе я бы стал материться, наверное. Я уже не выдержал, хотел, я думаю, сейчас позвоню у них, как по открытый эфир, и скажу я хотя бы что-то, что сам на себе знаю, ощутил. Какая хорошая, как вот мне стыдно говорить. И вот это же было, и вот это все. Поэтому я отвлекся, хотел рассказывать, так как говорится, про Китай. И здесь вот снова путешествия, конечно же, у меня опять же общение с людьми, общение с людьми, эти фотографии этих людей, их улыбки всегда, всегда от этих улыбки. И вот это, интересно, народность, в горах они живут, которые, ну они вообще считаются самые сильные яды в той окрестности. Вот эти люди изготавливают, это национальность, лимяо такая. Ну а здесь вот интересно, вот этот, вот этот человек, тоже до того тренирован, он раскаленный металл лижет языком. Вот это, так, видишь, земля, май. А вот он, видите, здесь, конечно, не удалось передать свет никак. Чуть-чуть, потому что это снимало уже телеобъективов. Ну вот, так вот они себя тренируют, эти люди. Дети они везде, эти дети одинаковые. Но везде, вы видите, везде это улыбки, это улыбки людей. Здесь у нас, у вепсов, нет таких ткацких станков? Ну, похоже, да? Вот видите, какой ткацкий станок. Здесь, конечно, носом играть барас-то так еще не умеет, никто у вас. Но ты же говорила, можешь играть на любом инструменте. Надо осваивать. Вот в книге, кстати, «Принцип зеркала», там твои слова есть в этой книге. Надо и вам освоить такое. Ну, Вячеславу, скажи, и тогда будет в следующей книге фотография кого-то из вас. А вот это доктор Ло, который лечил меня. Ну, а супруга это так просто. А это его одна из ассистенток. А ему сколько лет? Животки. Он, ну, знаете, последний раз мы с ним виделись, я связь как таковой не имею. В 2014 году мы по телефону разговаривали, его уже было за 80. Я думаю, что он наверняка, наверняка живой. Ведет здоровый образ жизни, только курит, конечно, уж очень много он. Это одна из гордостей острова Хайнань, вот такой левикуд. Ну, вот здесь у меня немножечко про Китай. Знаете, все, если помещать не хватит объема, и зачем? Самое основное. И вот, к примеру, одна из частей называется «Рыбный рынок в Санье». В общем, интересно, я считаю, что я больше ни у кого такой съемки не видел, когда заинтересовался этим рынком. Я решил снять этот рыбный рынок в Санье. То есть, когда утром рано в темноте приходят корабли, разгружаются, и вот это все отснять. Но моя знакомая, которая нас курировала, Аня по-русски, Владимир Евгеньевич, нельзя туда. Я говорю, что там такая криминальная обстановка на этом рынке. Да тем более с такой аппаратурой. Нет, 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 нет. Вот она дала мне для охраны своего мужа, он занимается какими-то видами, вот я, говорит, вам найду ихних там единоборств, и брата. И вот эти два человека, в общем-то, меня сопровождали на съемках. Мы с ними там три часа снимали, и в итоге у меня получилось это. Это пригород, именно Санья города. Это город, еще один город, который находится на море. Который находится на море. Спасибо. Не могу так уплыть. Погласно. То есть, вот люди здесь, вот они здесь рождаются, живут всю жизнь, только, конечно же, их хоронят уже на материке. У них абсолютно вся инфраструктура, детские сады, школы, все здесь есть на воде. Вот так они живут всю жизнь. А вот это рыбный рынок, это здесь начинается с разгрузки, торговля. Здесь рассказывают, там про каждый с ней, вот здесь просто надо смотреть на этих людей. Ну и здесь, да, тяжелая работа, все вот они мне улыбались. Все улыбаются. Ну вот видно, видите, какие тоже изморожденные, изморженные. Это не сладкая работа, конечно же, там на этом рыбном рынке. Запах. А запах? Запах. Ну, если бы сейчас, когда-то уже год после ковида у меня, а меня нет, то я бы с удовольствием. А так нет, нормально. Нормально. А тем более, когда ты фотограф, это же такой наркотик, вот тебе хочется сделать хороший снимок. Ты идешь на все, лезешь куда-то на гору, там летишь в старзанке, еще чего-то. Тут не думаешь об этом, здесь думаешь, как сделать хороший снимок. Вот очередная задача. А сам запах, это уже вторично, даже может не то, что вторично, вообще на третий уровень, на какой-то. Поэтому здесь тебе хочется увидеть хорошие, интересные лица, сделать хорошие снимки. Вот основная задача. Это основная твоя задача. Ну, а здесь вот, я хочу остановиться на этом снимке. На этом острове Хайнань, у них официально разрешено, растет одно растение, это наркотик легкий. Легкий наркотик. И они, честно говоря, когда первый раз приехали, мне неприятно в городе было даже идти в этом. Они все, все жуют вот именно эту траву. Все жуют, в итоге у всех красное, извиняюсь, идешь и плевки везде на тротуарах, как словно кровью везде. Это даже неприятно на самом деле. Ну, в центре, в самом, конечно, такого нет, а чуть во двор свернул. У всех вот так вот. Вот они с этим наркотиком жуют, все дети, взрослые, и в итоге все ходят полупьяные такие. Ну, а здесь это уже с рынка, да, это в Пекине фотографировались. А это когда приехали мы все, это лимяло девочки, вот так. Я говорю, и так уши у меня большие, вы еще мне вытягиваете здесь. Ну, это, это... Они довольны жизнью. Что? Жизнью они довольны вам? Все, все довольны. В Юго-Восточной Азии все довольны. Как бы они ни жили, говорят, ну, они общаются очень легко, как мы раньше общались. Нет вот такого. Очень, очень хорошо. И почему их снимать всегда очень... Мне нравится их снимать, этих людей. И общаться с ними со смехом, со всем. Там где-то посидели, там где-то там, и рюмочку можно выпить вместе. Ну, тогда уже все завязывается. Ну, это, конечно же, Гонконг, это каменные джунгли такие. Ну, и они, все вот население этого города, страны Гонконг, они все погружены в работу. Там очень... Все они такие занятые люди. Очень сложно найти тех, с кем можно пообщаться. Но я нашел одну женщину, которая жила в Бокситогорске. Вот, на самом деле. И мы даже в Нелгощиах побывали у этой женщины. Мне один знакомый, давно-давно как-то дал телефон, зная, что... Слушай, у меня какая-то родственница есть, она родилась в Бокситогорске, закончила школу. И куда-то уехала, по-моему, говорит, в Гонконге. Вот ее телефон. Мы прилетели, когда я набираю номер, мне отвечают. Я представился, я такой-то, такой-то, говорю, со славного города героя Пикарева, говорю, который рядышком с Бокситом. О, все. Ну, все, она пригласила нас в гости. Работает там, живет, довольна жизнью. Занимается она тренер по восточным единоборствам много лет. Ей-то уже было тогда, это я в одиннадцатом году снимал, ей было тогда за сорок лет уже. Значит, ездит каждый выходной она в Китай, продолжает там тренироваться и совершенствовать. Ну, живет, вот видите, земля-то. Земля-то скруглая, даже вот, Макситогорцы, и наши земляки, то есть Макситогорцы, их вид рядом, добрались и даже до Гонконг. Судя по снимку, что, город вообще без растительности, ничего нет никого? Очень-очень мало, только парки, несколько парков. За городом, на островах, там, да, конечно, интересная растительность, джунгли. А в самом городе вот так вот это все, каменные джунгли. Вот они вот такие каменные джунгли. Ну, а вот это, конечно же, в Центральном парке, я специально в 5 утра на такси приехал туда. Каждое утром в 5 я приехал, и где-то вот они уже начинают, на святая отрана, там они начинают собираться. И все занимаются вот именно зарядкой, гимнастикой, различные эти виды. Вот там вот я и снимал, вот видите, кто-то молодые такие вот посидеть там, покушать что-то. А кто по взрослему, они собой увлекаются. Это рикшер. Мне кажется, это таксист. Что? Таксист. Да, 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 таксист, это самый настоящий. Это один из монахов. Идет бабушка, и причем с мечом она занимается. Не так-то просто. А это вообще огромный меч. Я попробовал, даже для меня это тяжеловато. А тут видите, как легко вот эта женщина владеет им. Женщина? Это набережная звезд. Здесь все свои отпечатки оставляют. Это отпечаток Джеки Чана. Ну вот, Малайзия знаменитые эти башни-близнецы в Куала-Лумпуре. Вид сверху тоже это уже с другой башни. Потому что всегда то, что снимают сейчас, конечно, эти дроны, но они во многих странах запрещены. Сделать такой снимок, когда сверху это, знаете, можно много увидеть для зрителя. Много показать человеку и стараться искать где-то какую-то точку, высокую точку, откуда можно сфотографировать. Это город Малака, Малайзии. Это были англичане в свое время здесь, хозяева у меня этого, Малаки, и той земли. Они, конечно, в своем стиле построили вот такие здания. Это все дома. Да, это жилые дома. Все жилые дома. Ничего себе, все одинаковые. Этажность. Что? Этажность у них 4. 4 вроде как, да? 4 этажа. Или 3-4. Вот у них рикши там очень интересные. Они все, каждый старается украсить свою рикшу вот этими цветами. Вот такие красивые. А этот вот человек, мы с ним познакомились в Сингапуре. Он жил в Купчино, а в Бакситогорске он работал на уборке картофеля, будучи студентом. А сейчас живет в Калифорнии. Да вот в Сингапуре, в порту морском, мы с ним познакомились. Интересно. Да. Так он русский. И вот мы потом общались много, два года назад он приезжал, прилетал, все, он к себе звал гостей в Соединенные Штаты, но не знаю, я почему-то, ну нет желания у меня там. Так он русский? Он русский, да, он родился в Питере, закончил институт, будучи студентом, говорил, по-моему, два раза приезжал на уборку картошки сюда. А потом в 97-м году он уехал в Соединенные Штаты. С картошкой не связано? Что вы сказали? С картошкой не связано уехал? Нет, у него сейчас аптекарский бизнес, аптечный, вернее. А это слон целует так. Понравилась ему эта женщина? Он решил у нее поцеловать. Только вот ей надо было повернуться, конечно же, налево, а то щеку подставила, но здесь ее ухажер, она, наверное, постеснялась просто-напросто. Кубу подставила. Как вы говорите, она специально, что вы говорите? Это там же в Малаке, с этим судавом. Индонезия. Ну, здесь Индонезия, это и острова в том числе. Любимый остров для россиян Бари там же находится. Ну, вот это остров Канода, на котором дикие бараны живут. Весом они достигают где-то 150-200 килограммов такие. Длиной до 2,5-3 метров, значит. Ну, вот это единственное место на земном шаре, где они обитают. Где они обитают, а вот, вот такие вот. В свое время, несколько лет назад, японцы пытались экспериментировать и вырастить дома в таких условиях, значит, этих варанов. Но не получилось. В итоге, вот они там остаются, там они живут. Ну, питаются они в основном антилопами. Пусть они такие, но они бегают довольно быстро. У них, правда, зубов нет, у них просто как десны. Но там они как убивают, сжимают жертву зубами, не зубами, этими деснами, на которых очень много гнилостных останков. И в итоге жертва погибает от этого, от отравления просто-напросто. Он съедает, и потом спокойно день лежит, вот днем их, ночью, конечно же, они довольно опасны. Вот здесь вот мы втроем. На людей нападали? А судя по снимку, у них что, тоже хвост может отщепляться? Нет, нет. А что-то первый вроде без хвоста. Нет, 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 тут можно выйти туда. А, туда же вынесли? Да. Нет, не может, они не могут его терять. Вы знаете, такого, чтобы кто-то видел, что съедает людей. Ну, такого, рассказов всяких есть, но такого никто не видел, не запечатлел. Да, пропадают там люди на этом острове, но пока не доказано, что людей, но я думаю, может он поймать, если ты там окажешься. И вот мы договорились с проводником, и вот я, две Татьяны, одна супруга, одна знакома с Нью-Йорка, она. Значит, и заплатили за это 300 долларов, и пошли искать вот их на улице в тени плюс 45 градусов. Проводник у нас, а проводник, по-моему, вот он, нет, здесь он у меня не поместился. Я думал, он возьмет с собой какой-то карабин или что-то еще там хотя бы, а он взял какую-то там рогатинку, у него палка такая, и пошли. В нем искать пошли мы. Ну, вот мы, женщины, конечно, первые у меня заныли. Да зачем мы с тобой пошли? Лучше бы мы эти 200 долларов на двоих там где-то на базаре истратили, долежали на песочке. А вот за тобой прицепились там и все. Ну, а зачем, вы говорили, пошли, я же вас не звал. Но в итоге ходили мы полдня, ходили, ходили, но мы на сне. Вот я снимал, правда, этот снимок сделал с расстояния где-то метров 15-20. Ближе меня он не подпустил проводник, все равно. Ну, вот я считаю, что это удачный, удачный снимок получился. А у меня такая шкура, как, например, у тива или мягкая что-то? Нет, тверда. Нет, нет, нет. Как пещерится только огромная, два метра длиной. Как крокодила. Маленькие там они, когда вернулись, около пляжа там были, вот такие маленькие, где-то с полметра, они бегают эти все. Но это неинтересно, вот это, это поинтереснее, конечно. А коней в воде там могут быть? Нет. Нет, да? Нет, они только в джунгах там водятся. Вот так вроде бы. Это единственное место на земном жаре. Это виднеется знаменитый остров Бали. А вот этот снимок сделан на похоронах. Это на похоронах. То есть, вот если они хоронят, но они как хоронят, они сжигают там трупы. Значит, они, каждый идет и каждый несет на эту церемонию похорон, значит, с собой какие-то продукты, которые можно будет потом вот именно помянуть умершего. Почему одежда не темная? У них так принято. Это не траур у них, это как праздник считается у тех народов. Это как праздник. Нет, они считаются похоронные, белая одежда. И белая одежда. Они считают, что это вот в переходе в другой мир и все, поэтому зачем? Надо наоборот радоваться. Надо наоборот радоваться. И танцы, и все. Какие на острове Бали встречают девочки, интересно. А какое вероисповедание у них? А там у них и мусульмане есть. У них очень много религий. У них очень много религий. Но вот в Индонезии, Бали это Индонезия, там в основном мусульмане у них, конечно. А вот они там все по китайскому календарю живут? Или по китайскому? Вот это вот тоже на похоронах, этот снимок. В таких одеждах они... Не сразу, одежда белая. А это сразу, бачета тут хватается. Я думаю, можно там мужчины сразу... Вот такой жавровый снимок получился. Ну не могу я его без смеха смотреть. Вот он сам худенький такой. Эта женщина, ее Татьяна зовут. Вот эта смеерка. Видите, он смеется и как бы показывает рукой на нее. Да, большая женщина. Такой веселый. Ну это я не мог не запечатлеть, а у меня замочек порвался на цепочке. Пришлось найти ювелира, чтобы он не отремонтировал. А вот проводник, кстати, вот, который на острове Бали. Тут я его поместил. Который с нами ходил, искали мы. И судя по фотографиям, масштабных нет там, да, людей? Нет, там все маленькие, все маленькие. В основном растительная пища, наверное. Нет, мясо они тоже много-много потребляют. Вот так. Плод дуриана попробовать удалось? Вы знаете, он мне нравится. Он вкусный. Ну, конечно, что такое, побежала куда-то. Лидия Анатольевна. Или Петр. А что-то перестала мышка тут. И куда-то бежит все обратно. Вот сейчас опять в эту сторону. Где-то. Ну я не нажимал. Почему-то у меня стрелка куда-то, видишь? Вот сейчас. Так что, а это то, что мы с вами встречались, говорили Япония. Ну, о Японии вообще это очень сложно рассказывать что-либо. Хотя мы тогда немного говорили. Когда я собирался туда поехать, вот 15 дней мы там были. В том числе и там включена была лечебная программа. Это страховая компания. Сделали такой подарок. Значит, я думал, когда поедем в Японию, вернемся. Столько можно рассказать всем про нее. А когда приехал, а рассказать-то нечего. Почему? А потому что это другой мир. Это совершенно другой мир. И вот на самом деле, о Японии, ну, нечего рассказывать. Нечего рассказывать. Там, если кто-то что-то спросит, другой разговор. А вот так, чтобы какую-то интересную, ну, журналисты это могут рассказать. Кто-то там, другие, более образованные фотографы тоже. Но я, например, я не могу не много говорить о Японии. Потому что, ну, все, начиная, как только сходишь в зал ожидания в аэропорту. Начиная с телефона, там все другое. Там уже телефон твой не нужен никому. Подходишь, тебе показываешь твой паспорт, билет обратный. Тебе выдают другой телефон, у них стандарты телефонные даже другие. А чем отличается? А просто твой не работает, там и все. Он не работает. Тебе дают телефон, все бесплатно. Ты разговариваешь, платишь, конечно, за разговор. А потом при отлете опять сдаешь этот телефон. Так что они очень-очень сложно разговаривают. Ну, и у нас было вообще, это как в сказке, конечно, когда мы поселились, это, значит, город Адавара, где-то километрах в 80 от Токио, на берегу Тихого океана, в отеле. Отель только открылся, год, наверное. Мы были одни из первых русских, кто там, кого там поселили. И поэтому у них на русском языке вообще нигде ничего не было, на самом деле. И в ресторане к нему прикрепили девушку одну и мужчину, молодого человека, который нас обслуживает там. На английском? Что? На английском. Значит, нет, мы здесь, получалось, они нас учили и японскому, а мы их русскому учили. Ну, вот эти все 15 дней. Нормально общались мы с ними. Ну, конечно же, приходилось иногда этот язык использовать. Но там такие чудеса. Это же, вообще, ну, все, если правду рассказывать. Даже приехали, мы туда поселились. Пришел, заходишь в туалет, а там вот так стоит этот, как ноутбук. Сходишь, а как, какую клавишу дорожать тут даже? Ни инструкции, ничего. А по тому специальному телефону за пределы Японии можно было? Конечно, да, домой детям звонил. Ну, как и везде во всем мире. Так что, начинают с этого. А потом, эта поездка была, но я тут сам виноват. Мне посмотрел стандарты, какие даже сетевых розеток, какие. И получилось мне заряжать аккумулятор у камеры. Значит, а у меня аж вилки-то другие совершенно. Как быть, что быть? Ну, раз было это уже 10 лет назад, тогда еще не так было развито. Были сейчас всякие переходники, а там где? Ну, я сделал по-простому. Я все же и по образованию инженер-электрик, значит. Я пошел в магазин хостовара. Я купил кусок провода. Купил изоленты. И напрямую. Я взял, наделал эти переходники. Как-то заходит девушка нас, которая курировала, она приезжала, заходит, она в один из дней. Как она увидела это, она за голову схватила. Как так? Что так? Ну, я ей объяснил, для чего. Да у нас, говорит, никто бы до такого не додумывался. Я понял. Можно не думать уже тратить. Додумывались. Судя по рассказу, японцы менее благожелательные, чем вот китайцы? Да, они более закрытые. Закрытые. Они закрытые люди. Очень закрытые люди, да. Можно сказать, очень закрытые. Такого общения там нет. И вот какие-то традиции разные совершенно. Совершенно все. Все абсолютно разное там. А курс лечения вы проходили там? Да, да. И как ваш курс лечения? Медицина как у вас? О, медицина. Ну, там какой курс лечения у нас был? Значит, это, конечно же, массаж. Ну, вот массаж, значит, 40 минут процедура длилась. Три человека делали этот массаж. Так, ну, вот это вот. Это в Киото королевский фарк, где уже сахура отцвела. На земле уже лечила. Да, уже цветочки на земле. Так, это президентский дворец в Токио. Так, ну, это школьники. Улыбаются. И они все улыбаются. Все нормально. Это вот девочка, которая нас курировала. Мы поехали с ней в Токио. Да, это перед обедом было, где я ее напоил. Сакэ. Она отказывалась, отказывалась. Я говорю, я не буду. В итоге пришлось ее заставить, а потом ее с супругой мы вели. Ну, у них на самом деле, у женского организма, у японцев, у них же нет такого, именно, противодействия к алкоголю. Поэтому они практически не пьют. И молочное, там же, в Юго-Восточной Азии, они молочные продукты, они не едят. Они не едят у них, потому что не могут. И вот из этой серии в Гонконге мы только прилетели, а я любитель молочного вообще. Только в отеле поднялись, я говорю, да, не могу я, молока хочу, и все. Я спустился вниз, тут какой-то супермаркет, зашел, кто там у них, там наклейки эти, и иероглифами там нарисованы, я откуда знаю, взял я какую-то черную банку, ее вышел только тут на улице. Глонол я ее сразу в бурну, там, с хорошими словами выбросил, и все. Потом от меня научили, что какое-то новозеландское брать, там надо обязательно. Вот это настоящее остальное. Как вот этих у японцев, они же тофу, тофу, там все слышали, может, говорят. Продается. Да, везде этот тофу, я думал, он как творог, может, вкусный. Это совершенно безвкусная белая масса. Но она, в общем-то, по содержанию этих всех веществ, конечно же, полезна. Вообще же, до 20 века простым людям в Японии запрещалось есть мясо. Только богатое могли есть мясо. И вот они тогда вот этот продукт, они сделали, изобрели. И вот они сейчас тофу, тофу, там. А это вот я тогда рассказывал немножечко про Киото. Когда была наша встреча, там у нас был таксист, мы наняли таксиста. Но и вот как вот повезло нам. Этот таксист 18 лет проработал в Киото. Значит, он развозил, значит, вообще по заказам, вот этих женщин. Гейши. Да, которых мы называем гейши, как бы гулящие женщины и все. Нет, это совершенно же это не то. Это очень образованно. И в этом, что касается сексуальных удовольствий, нет, они для другого предназначены. И вот этот район, где они живут, там вообще запрещена фотосъемка. И вот он, этот таксист привез нас, он 18 лет развозил, знает, по времени и все. Давайте мы сейчас, если вам интересно, приедем туда. Пошли, вот он говорит, вот отсюда можете снимать. Если есть телеобъектив, он у меня, конечно, с собой всегда есть. Значит, вы можете сделать интересные снимки. Никто и охранники не подойдут к вам еще. Вот мне удалось сделать такие замечательные снимки. Ну, а это для полного удовольствия, для троек в Киоте, где у них там, как я и тогда рассказывал, есть школа гейши. Вообще, родители, очень мечтают многие родители, чтобы сдать свою дочку в эту школу, в эту школу. Это вот единственная, самая большая школа в Киоте у них есть, школа гейши, чтобы она там выучилась и свою жизнь начала. И вот он нас как-то завез, все, пойдемте сейчас, говорит, я вас тут везде все знаю, проведу на двоих. И вот мы туда и пошли. И вот девочки, вот эти будущие гейши, значит, вот он здесь взял фотоаппарат, фотоаппарат, значит, и нас фотографировал с ними. И вот я тогда прервался из-за компьютера, про медицину вы спросили. Вот здесь вот это, про массаж, например, вот эти три человека, значит, 40 минут эта процедура длится, значит, они делают этот массаж втроем. Женщина, это массаж головы тебе, мужчина вот этот в серединке стоит, он тебе массаж тела, а третий массаж ног. Сразу или по очереди? Сразу делаем. Вот 40 минут. Я, правда, когда от них пришел, вроде бы ничего, утром встал, а я идти-то не могу. У меня все болит, у меня ноги, мне не ступить даже вообще-то. Через силу уже к ним пришел, но мы с ними как-то нашли общий язык, не знаю, на каком языке разговаривали, и все. Но они мне даже взяли, подарили при расставании костюм, кимоно они мне подарили. Я тогда был толстый, 123 килограмма весом, нашли мне мой размер даже. Сейчас я одеваю, это можно запахиваться, и вот такой сохранился у меня. Ну, плюс другие там процедуры, там про косметические, я не знаю, что там супруга, там целая программа была. Там у меня другие какие-то такие общие укрепляющие, водные процедуры, все. Мне единственное запомнилось слово такое интересное, на всю жизнь эта процедура ганбануоки называется. А это, оказывается, просто не по-русски, значит, какие-то огромные камни плоские разложены. Вот там полумрак, одна отдельная комната, ты один ложишься, и вот надо там пролежать в общей сложности тоже где-то 40 минут. Музыка какая-то, птички поют, значит, но там сразу себя чувствуешь, что тебе жарко, выходишь, и не поставить ни такой ряд воды, вот чтобы за это время процедуры, вот эту воду и все разное, чтобы надо выпить. И вот это все потом выходит, значит, слово запомнилось, ганбануоки. Скажите, пожалуйста, что учиться в школе гейш, надо какие-то данные иметь, да? Видимо, да, видимо, да. Есть ли там какие-то показания все равно, да? Да, вот именно... Не все ли подряды берутся, да? Нет, нет, там очень-очень же много критерий. Там классная как-то. Что? Лазная школа. Да, да. Нет, там в любую, кроме инвалидов, конечно. Вот это фото... Фото портрет свой сделал я сам себе. И как я вспоминаю вот этот портрет, и я убеждаюсь, насколько я техника компании Nikon, насколько она именно прочная. Я не говорю, люди спорят Canon, Nikon, Fuji. Я всегда говорю, самая лучшая камера та, которая нравится фотографу. Все. А это вот в Японии снимали? Да, это на берегу Тихого океана. Я рано утром рассвет снимал здесь все, в общем-то, и решил сделать автопортрет. Поставил на штативе свою камеру. Тогда 700-ый Nikon у меня был, объектив 24-70. Поставил, все, сел, думаю, снимать на автоспуске. Нет, у меня тогда дистанционный спуск был с пультом, несколько снимков сделал. Вдруг порыв ветра, и у меня это все с камня падает, и на камень. Все, думаю, конец, хорошо. И объективом, и стеклом глянул. А только в одном месте, где переключатель вида съемки, значит, чуть небольшая вмятенька. Все. Ну, я не стал проверять, я расстроился, думал, все равно что-нибудь там случилось. Пришел, когда в гостиницу, проверил. Раз, все нормально, только не переключаться. Маникюр, ну, взял, это сам, опилочку, подточил. Все нормально. До сих пор камера в шкафу она лежит, но иногда беру, снимаю. Вот насколько прочная все техника оказалась. Так, и вот мы пришли к Арабским Эмиратам. А Фуджи для снимания? Почему, у меня есть камера Фуджи? Нет. Дара. Дара. А, нет, 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 туда я не снимал. Нет. Пока мы до Эмирата не пришли, из этих вот стран южноазиатских, какие вам больше всего понравились? А вот мне понравился больше всего Вьетнам. Вьетнам. В других странах, вот по несколько раз мы убывали, все, а Вьетнам, я как вначале сказал, это одна из немногих стран, куда бы хотелось возвращаться. Там, вы знаете, из-за чего, может быть, нам так организовали эту поездку еще? Это мне сводный брат, он себя так называет, мой, он вьетнамец, он организовал нам, жену, эту поездку. А почему сводный брат? Когда в конце 80-х годов сюда нам, тогда еще в Советский Союз, прислали вьетнамцев много, за долги, которые у них были, они работали на предприятиях, легкой промышленности, там, обувной, и так далее, и так далее. Они оказались, поселились рядом с моими родителями, это в городе Кирове. У них родился ребенок, они как-то познакомились, и в итоге мои родители у них воспитали и сына полностью с рождения, и дочку, и все. И у нас вот такие до сих пор взаимоотношения, и вот он нам Чен, то ли он по-русски, а я как привык Чен называть, вот он нам такой организовал там поездку. Ну, конечно, оплачили мы сами все это в основном, но такая интересная была, и вот эти интересные встречи, все здорово было. И запомнилось еще, что улетать, когда мы из Ханой обратно улетали, там как раз какая-то ситуация международная, довольно сложная получилось взаимоотношение с Таиландом, и что-то у них, у вьетнамцев были, усложнились. И в итоге у нас вылет отложили на три дня, на трое суток. Ну, у нас бы как, мы сидели вот в аэропорту или в других странах бывала задержка какая-то, а нас взяли и привезли в хорошую гостиницу, пять звезд на автобусе, поселили бесплатно в гостиницу, кормили бесплатно, массаж бесплатно, в общем, все. Я бы так думал, хоть бы там еще недели-две не могло бы воевать, что-то там в сборе, да. Вот такое нигде не бывало. Вот, на самом деле это общение там со всеми, они, видите, они очень много, многие говорят по-русски, вьетнамцы. Поэтому языкового барьера как такового, но нигде нет, нигде нет такого. Поэтому, ну вот, на юге страны, там, ну, у меня мало я-то снимал, там тяжело, особенно вот в Сайгоне снимать тем, что очень много инвалидов. Очень много инвалидов. И даже которые родились там, то руки нет, то ноги нет, то вообще ничего. И это все, это все вот именно от тех дефолиантов, которыми поливали во время войны вот эти американцы. Вот, отразилось даже до сих пор у них идет, вот из поколения в поколение передается. Почему они, они, честно говоря, американцев ненавидят? До сих пор. А нас, нас они, русских, они уважают. А это же вот такое, вот, может быть, я немножко отмечу, вот так вот поразмыслить, если можно. Тут я недавно слушал одну передачу, разговаривали эксперт мясной промышленности, с Карауловым они беседовали по поводу мяса. Ну, там, колбасы, мясо какое-то все. И вот последнее задает Караулов ему вопрос, говорит, а вы какое мясо сами едите? Он говорит, ну, свинину я практически не ел. Совсем немного. Говянина, баранина. А курицу вы едите? Он говорит, нет. Абсолютно. А почему? Ну, давайте, говорит, мы тут собрались как-то так, люди образованные, этого уже под 80 лет, умные, ученые. И начали так вот они рассуждать. Потому что, говорит, курица, она среднего рода. А та, которая живет в деревне с петушком, да, она женщина. А остальные, та, которая без петуха, это же среднего рода. И вот давайте дальше пойдем. 90-е годы, начало 90-х годов, когда нам начали присылать сюда ножки Буша. Все мы начали их есть, и я помню, ну, нечего же было кушать, что мы делим. И вот сейчас, вот, по прошествии стольких лет, вот, посмотрите, говорит, вот, молодые люди, молодежь, мужчины, каждый второй лысый раз, ходят на тоненьких ножках, они бегать не умеют. Не то, чтобы играли в футбол, в лапту, там, еще что-то. А они-то же не могут бегать. Женщины, женщины не могут рожать, не могут забеременеть. Ну, вот, это, говорит, не исключено, что действие вот этого всего. Ну, а почему бы и нет, можно параллели запросто провести вот в этом, и так оно и будет. Так вот и у этих вьетнамцев получилось. До сих пор вот это... Немножко отвлеклись с вами, посмеялись. Я пока не забыла, хочу спросить, а вот в 2014 году разговаривали по телефону со своим врачом, который вы обучили. Да, 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 да. На каком языке вы общались? Мы говорили с ним, с переводчиком. А, понятно. Да, мы с ним, с переводчиком говорили. Он, потому что он английского не знал, и сейчас, тем более, я китайского не знаю. А мы так интересно, когда были в Абана Терме, такой есть город в Италии, тоже с лечебной программой супругой, там у них есть знаменитый такой портной, это звезда этого городка. И вот как-то на улице познакомились с ним, и на самом деле там маленечко разговорили, я через пень колон, он там, конечно, знает язык. И я напросился у него сделать фотосессию в его партняжной мастерской. Он шьет костюмы, сам, вручные, дорогущие, да безумие все. И вот я там снимал, и мы с ним общались как. У него знакомая живет в Венеции, а она с Москвы. И вот он набрал в нее номер телефона, ей говорит на итальянском, мне передает трубку. Я с ней разговариваю на русском. И вот так вот мы этот весь вечер, пока я снимал, мы так общались по телефону. Ну а куда деваться, как говорится, чтобы хорошее сделать снимки. Но там на самом деле эта фотосессия уникальна получилась, там целая фотоистория, у меня снято там много, а фотоистория у меня в семи фотографиях. Вообще-то я считаю, что так вот скажу, кто фотографы здесь есть, но это мое мнение, вообще фотоистория, она должна быть не более, чем в десяти снимках. Особенно, кто соцсетями пользуется. Вот, десять снимков, вы должны рассказать про это событие в десяти снимках. А если вы расскажете в пяти, это уже высший пилотаж будет. Пять снимков, это высший пилотаж. И еще, у кого-то по тому прошлому материалу есть вопросы? Так, и еще вопрос. А кухня вот из этих азианских стран, какая для вас самая приемлемая была? Да, да, я любитель этой всякой экзотики, и все у меня, хотя там у меня было три язвы двенадцати перстной кишки, и я ем все, ем все и хоть на что. Да, да, острая. Конечно, на острая пища. Единственное, что там в этих странах, ну это заведомо то, что исторические корни. Раньше ни холодильников, ничего, не было, жара, все у них пережарено. Ну, тогда уж тут я не могу не сказать вот про Японию, там пища была какая, пища, после того, когда вот пятнадцать дней поели эти всякие роллы, суши там и так далее, вот я уже столько лет здесь, я ни разу не брал у нас в России ни одного не съел ни ролла, ни одного ни суши, ничего абсолютно. Вообще, если заходим, как на компании в японский ресторан, с кем кто-то хочет, я заказываю для себя в них сейчас, готовят любое там какое-то блюдо. Вот этого я не могу. А так, вообще интересно, да, экзотическое, пришлось не попробовать всяких, например, там, и тараканов там жареных, и все это. Мне очень, во Вьетнаме, мне очень понравилось, вот из всей кухни, это жареный крокодил. Они на ферме, когда заехали, ну это, и вот там его разделали, небольшого крокодила, вообще это как цыпленок наш. Тут такое мясо вкусное, хорошее, а тогда я еще и пиво пил, не любил. Да, под пиво это замечательно вообще. Пиво. Что? Только с любой пиво. Крокодилами со змеями не идут. Со змеями только водочкой идут. С кусочек змеи водочки. А в этом, когда нас встретили родственники, чем прилетели мы в Ханое, у нас гости к себе приговорили, не к себе, в ресторан сначала, потом к себе. Тоже пришли, стол накрытый, богатый, тут все это замы у них. Начали есть, начали есть. Такое вкусное мясо, шашлычки, супруга ест. Так вкусно, так хорошо. Че, ну а что это такое? Он начал объяснять. А это, говорит, такое, говорит, животное, которое живет на дереве и питается только кофе. Как вот оно, может, кто-то помнит? Я забыл. Вот это, это из нее, все сразу же. А потом она началась, а там и лапка с когтями еще в этом. Все, и до сих пор мы все, ну что, белочки покушала. Поэтому, ну что, кухня, да, нам интереснее, скорее бы домой, там, квашеной капусты наложить, тарелочку, растить себе масло, картошечку. Поэтому у всех же своя кухня, каждый народ привык ко всему, там, в одной области одно блюдо у всех, другое, другое. А я еще хочу сказать, если вы вас подарили кимоно в Японии, я слышала, что по стоимости кимоно приравнивается к стоимости такого растущего особняка. Да, да. Да, да. Ну, почувствоваться по нему и ткань какая. А вы храните? Он серого цвета у меня. Хранится до сих пор? Что? Хранится до сих пор? Да, до сих пор у меня хранится. Поэтому я вернулся, я, наверное, его несколько раз одевал еще, но потом, когда я похудел на 20 с лишним килограммом, все, я перешивать, я же не буду его перешивать. Зачем? Еще вопрос. Телевидение, программы, там очень плохие или хорошие? Почему? Нормальные программы, только в основном же это все на своем языке или там на английском, может быть, на русском. Также реклама, реклама. Да, точно, точно так же. Это в тех странах, где много наших, бывает, например, на Бали, там один канал был, там на русском, именно для русскоязычных, он на русском языке. То ли Россия, то ли первый канал. Вот это бывает. То есть и политизированное, или больше развлекательное? Да нет, ну и всего хватает, всего хватает. Это до 600 каналов, да, чего хочешь, кемирай. Давайте мы сейчас к эмиратам перейдем, а потом продолжим нашу беседу. Вот арабские эмираты, конечно, многие кто-то слышал, бывали, ездили, отдыхали. Вот я пять раз там был в эмиратах, и один раз целенаправленно мы ездили, договорились с женой, значит, давай поедем, чтобы нам снимать в пустыне на съемке, чтобы побывать несколько раз, мы уезжали, нанимали машины и снимали в пустыне. Поэтому у меня цикл, вот это есть фотографии. А здесь последний раз в 19-м году я поехал, вот именно, чтобы дополнить эту серию, чтобы поснимать обыкновенных людей. Не тех арабов, которые там, коренные люди живут, а простых людей, которые обеспечивают им жизнь, нормальную жизнь. Мне нужны были лица простых людей. А у них же там, кого только нет, все и сирийцы, и индийцы, пакистанцы, все работают на них только, чтобы им обеспечить. Сами, конечно, они не шикуют ничего. Но у меня много есть разных. А здесь я решил остановиться на рыбаках, поснимать. Поехали, мы специально выбрали отель в Шаджи. Там хороший у них морской порт, они специализируются на этом. И вот туда я три утра подряд уходил. Там-то можно ходить свободно, носить все, что угодно. Никто тебя не тронет, не ограбит, ничего тебе слова не скажет. Если только голый появишься или пьяный арестуют тебя. Снимать можно. Что? Снимать, фотографировать. Да, да, но арабов, они будут отворачиваться, никто тебе не разрешит этого, ничего. Поэтому там можно аккуратно делать некоторые снимки, телеобъективы, где-то именно используя различные уловки, хитрости фотографов. Надо, наверное, кого-то наметил сюда, резко повернулся, сфотографировал. Скандалить никак в Европе никто не будет. Никто не будет скандалить. А здесь, я думаю, их снимать, а для того, чтобы тоже к людям, именно как их разговориться с ними, как себе расположить. Я сделал как? Я перед отъездом взял, отпечатал 13 на 18 фотографий, половину вот этого листочка, полсотни фотографий отпечатал наши зимние пейзажи. Это вот у меня Левский край, там такие шикарные пейзажи. Пачку я взял, сделал этих фотографий. И вот я приходил, подходишь, видишь там компания, группочка, кого-то выбрал интересный где-то и ракурс, и все. Вот с ними заговорил, подарил там одну фотографию, две, чтобы хватило-то тебе. Для них это, знаете, для какой-то там пакистанца зима, зимний пейзаж. Какой-то Боб Розера там, они за голову хватаются там сразу, это зимний пейзаж. И вот так вот я и после три утра подряд я их снимал, разговаривал с ними. И вот я снимал этих людей, тех, которые обеспечивают им жизнь. И вот в итоге, видите, открытые люди вот сидят, вот это иракцы. Компания иракцев, которая торгует, это не рыбаки, а эти торгуют одеждой, именно коврами. Эти люди. Это рыбак. Ну а что здесь такое у нас? Вот видите они какие-либо. Все улыбаются, тяжелая жизнь, тяжелая работа. Но улыбки везде. И они чувствуют, я их снимаю как хочу, никто не отворачивается, ничего. Вот с открыточкой сидит. А вот, кстати, как раз Боб Розера и есть у него. В руках вот держит. Вот это где лава была, деревянный мостик, который сейчас нет уже. И вот там домик, вот этот край. А этот в Радогащи. Помнишь, наверное, когда поворачиваем мы на Боб Розера, было дом. У магазина, да? Да, у магазина. Там у меня несколько снимков. Вот здесь вот эти. Был заборчик, обыкновенный стакетник там. И всегда утром солнышко, когда встает, и вот из-за этой березы, такие тени красивые. Передний план шикарный. А несколько лет назад еду, а там этот забор убрали и сеткой равица загородили. Все. Уже. И вот я так вот им дарил эти фотографии, и в итоге у меня получилось очень-очень интересная фотосессия. Как-то не все почему-то развернулись, да, Петр? А этот на рыбном рынке, это акула держит, котранчика такого маленького. А этот вот дяденька с рыжей бородой, мясник. Я его два утра подряд приходил, когда, ну ни в какую не хочет. На третий день он у меня только сломался, как говорится. Посмотрел себя сфотографировать. Вот такое фактурное лицо, хной крашеная, борода у него. Крашеная? Да, крашеная, крашеная. Это тоже мясной рыбок. Баранина какая. Ничего себе. Да. Баранина. Вот. А курдюк какой для плова. Вот это да. Уже сня такое. Коврик до сих пор спальный лежит. А дорогие, конечно? Нет, там цены низкие, особенно когда... Володя, Володя, не спеши. А-а-а. Памятник не хватает, он поэтому... Ага. Нормально, подожди, не кольчиком. Да, сейчас тогда. Да. Поэтому там, конечно, сейчас цены они во всем мире поднялись, в том числе в Эмиратах. А когда мы открывали эти Эмираты, первая поездка у нас была в 94-м году, когда у нас ничего абсолютно здесь не было. Тащили оттуда, ну, что только, вплоть до шрубов везли оттуда с Эмиратов. Техника, там, ну, это и аудио, видео, там, все. Все это было вообще, ну, смешные, смешные цены были тогда. А потом они тоже поняли, начали поднимать это все. Ну, сами по себе, конечно же, ну, что-то Эмираты, там, пустыня. Но пустыня, она вечером очень интересна на съемках. Утренняя, она не интересна, пустыня, а вот вечерняя. А у нас утром, как я всегда говорю, рассветы надо снимать только наши северные. Нежные, красивые. Вот, вот, и чувствую, что и сам-то получаешь здоровье, как говорят, энергию сейчас. А закаты у нас, конечно, неинтересные, но есть любители снимают. Почему закаты интересные, как? Николай Горанецкий. Спит. Спит. А-а-а, вот, наверное, в 4-5 лег, ну, что же. Он любит вот закаты снимать, а я, честно говоря, нет, закаты для этого очень интересно, все, но я, я не люблю закаты снимать. Вот, лично я, потому что рассвет интереснее, я получаю, получаю от этого. Аж? Нет, переключайте, не проявляется. Нет, нет, там уже сильный, наверное. Которая разморозила. Конечно, четвертый. Ну. Тут сбиваются, да. Да, 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 да. Ну, в принципе, это то же самое. Вот, часть я вам показал уже, там именно лица, лица и лица. Пустыню не посмотрим, да? А, нет, здесь у меня пустыни нет, пустыни нет, это немножко другое, там материал это останется, потом он когда-то, может быть, и сделаем мы какую-то другую новую книгу. Вот, у меня друг, конечно, я... Наверное, в блюдо, да? Что? Наверное, в блюдо, да? Да, да. Друг, правда, с которым мы делали, это один из ведущих дизайнеров Петербурга, Дмитрий Анатольевич Бергановский, друг, может, именно. Уехал в декабре месяце, знаете, в таком возрасте, он чуть постарше, у меня 74, терять друзей, конечно, очень тяжело. Я до сих пор не могу в себя прийти, тяжело мне такое расставание далось. Вот, он уехал на ПМЖ в Израиль в декабре месяце, правда, сейчас мы с ним общаемся по WhatsApp, он скоро будет по Skype общаться, когда все решится, будем и дальше работать онлайн, но я думаю, что у нас на этом деле не остановится, на его отъезде не остановится наша творческая работа. Поэтому вот так вот. Будем дальше работать. Я и так, наверное, заболтался, я и до времени не смотрю. О, это что, сколько? Три часа, что ли? Ну, когда вы мне сказали... Нам кажется, что только сейчас начали. Да я готов, мне с вами интересно, я смотрю все как на глаза, на лица, потому что, чтобы с аудиторией, не как современная там вот руководитель, я привык всю жизнь общаться с людьми, и когда видишь глаза, видишь лицо, ты больше понимаешь, уже лучше знаешь, о чем говорить. А тем более, когда такая аудитория, знаете, люди уже, извините, такого возраста, это очень здорово, это очень здорово. У нас, я по жизни так приучен, видимо, что мне очень нравится общаться с людьми, особенно, которые старше меня, мое окружение, вот у меня все люди, вот и за 80 лет, вот на днях будет академику Балашевичу, он же 86 лет, Валентин Евгеньевич, мне в возрасте 85 лет, неожиданно, в конце июля, августа ушел. И вот, когда общаешься с такими людьми, вот как вот и Зоя Ильинична, штаба, у нас в ней были всегда такие разговоры, там, обо всем в Москве разговаривали, и я чувствую, что после общения с людьми старшего возраста, я получаю сразу, не то, что много, я что-то всегда получаю хорошего для себя. Это обязательно, это обязательно. И потому что лица, лица людей старшего возраста, они уже естественны. Это молодые у людей, которые особенно работают, им надо уже быть немножечко, может быть, артистом, там, и под кого-то подстраиваться, под начальника, там, под заказчика, или что-то. А когда мы, свободные люди, находящиеся на заслуженном отдыхе, вот, открытые лица, они совершенно другие. Совершенно другие вот эти лица. Где мечтаете побывать еще, где вы не были? О, сейчас, где я сейчас побываю? За рубежом. У Радогащи. А у Радогащи, это обязательно, это обязательно. Но, видите, как, к сожалению, Петров Анатолий ушел из жизни, так неожиданно. Всегда можно было в Лахту приехать, там и переночевать, пообщаться, к вам приехать. Владимировым кормали, то же самое. Нет, а если серьезно, какая страна, где вы еще бы не были, хотели побывать? Мечтаете. Я мечтал вообще в ЮАР побывать, в ЮАР побывать. Но это уже нереально, потому что, на самом деле, уже 70 лет, хотя уже здоровье не то становится. И потом вот этот ковид, который мы переболели с супругой, встретили. 22-й год мы в ковиде в госпитале вдвоем. Тяжело мы переболели, до сих пор это все отражается. Вроде бы восстановилось, но уже все равно чувство, извините, ну не то, что было. Так что это тяжеловато. Хотя мы любим путешествовать, много ездим. Поэтому сейчас остается... У вас есть материалы на какую-то книгу еще, наверное, в ближайшее время, да? Ну, конечно, есть у меня. Но сейчас мне надо, так как вот вышло последнее... А, у меня про последнее. Видите, вот эта книга, например. У дома дружба проверена временем. Это родилось неожиданно. Мы отдыхали в прошлом году в Кисловодске с друзьями. Это с севера, мы с женой. Мы с ними дружим с 79-го года, как мы приехали на север после института работать. Подружились, и дружба у нас продолжается. Мы иногда встречаемся. Раньше за рубеж вместе ездили. Эмираты с ними открывали. В прошлом году мы были вместе в Кисловодске отдыхали. Заранее заказали путевки, и за стенки у нас номера были, общались. И в 12 утра нам улетать, я в 3 часа... Почему-то в 3 часа ночи у меня приходят в голову какие-то всегда мысли. Названия, книги, там еще чего-то. А тут мне приходит мысль, надо сделать книгу о нашей дружбе. Все. После этого я не мог застуть, думаю, надо делать книгу. Это было 12 октября. В аэропорт приехали, сели в самолете. И сразу, все, ко мне не приставать. Я говорю, у меня мысль одна в голове есть. Я буду 4,5 часа думать об этом. Какая мысль? Я говорю, не скажу ничего. И вот, и я решил сделать книгу о нашей дружбе. Вот именно этой. И вот пришло мне в голову, и в итоге 12 и 25 ноября я ее сдал в печать, эту книгу. И вот, на нашей жизни я описываю, как мы приехали молодые специалисты. Я под его началом начинал свою трудовую деятельность в Урдаме. Это поселок Урдама, это граница Архангельской области и Коми. Это там газокомпрессорная станция есть. Здесь сходят слухи, но сейчас не проверено, правда, говорят, в переводе на каком, с какого-то геолекта Коми, Урдама, это дом Белки, Ур, это Белка, дома, дом. Но, как везде, легенд много по этому всякой. И вот я в итоге сделал такую книгу сейчас. И мы отдыхали, когда и с отдыха, и все, на наши женщины там, в Кисловодске. То есть, вот эта последняя книга, вот так вот она экспромтом получилась. А тем более, я говорю, встречаемся редко. У нас еще один друг, тоже вместе мы тогда работали, 70-е годы, начало 80-х, Саша Нестеров, который здесь вот слева, он живет в Ставрополе, сейчас тоже на заслуженном отдыхе. Когда узнал, что мы едем туда, он приехал к нам на два дня со Ставрополе, чтобы с нами повидаться. И на таких положительных эмоциях этот весь отдых у нас прошел вообще очень-очень здорово. Так что вот я получил эту книгу из типографии на начале декабря. И мне, вот уже по опыту, когда какое-то дело, хорошее дело делаешь, потом раз, получил результат, и какая-то опустошенность появляется. После любого хорошего дела, не только книги. И нужно бывать иногда, да, месяц, два, чтобы так вот все устаканилось, успокоилось, а потом опять что-то намечать и делать. Не только здесь, это, ну и дома, например, там, что... Раньше некогда же было, почему я ушел на заслуженный отдых? Ну, ну, раньше работа была, работа, 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 это все. А сейчас можно и души заниматься, и садом, и огородом. Закоптить, сделать сыровяленый хамон, например, колбасу хорошую сделать самому еще кто-то. То есть, ну, именно, именно, уходя от, уходя от, но заслуженный отдых, я уже понял, это мне года два, наверное, думаю, скоро 60 будет, надо уходить, надо готовиться к этому делу. В какой отрасли, в какой отрасли вы работали? Я всю жизнь посвятил газовой промышленности. Я работал, работал здесь, приехали мы в 82-м году, еще только заканчивалось строительство в первой очереди газокомпенсорной станции в Пикарево, поэтому я приехал сюда на 2-3 года, в итоге шел на конфликты с руководством, не хотел я никуда уезжать, мне здесь работала, была интересная, это вот у меня было все газоснабжение Бакситогорского района, Тихвинского района, вот я этим занимался, я был директором филиала компании «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург». Мне еще можно было столько заработать, что весь мой путь. Поэтому, вот так вот, я ничего не скрываю, никого не обманываю, что вам интересно, говорить, задавать вопросы, отвечать. Я, когда жил в Кирове, в Кировской области, да, я там родился, то, что я люблю ездить, все это, наверное, не из-за того, что меня мама в дороге родила, она возвращалась из деревни, из Совья, где жила, и в Слободском меня она родила, в Кировск ехала. И вот, наверное, вот это значит, и вот там я, да, я там и школу закончил, на производстве поработал, школу закончил, ушел на производство, армия, потом институт после армии, оттуда мы поехали работать именно в газовую промышленность на север. Вот так вот. А в Гребции, я когда там еще в Кирове жил, я любил ездить в деревню, в бабушке там еще, и общаться вот именно с жителями нет, с жителями в деревнях, со стариками, все. И здесь я же тоже, когда приехал сюда, вот, с вепсами меня увлекли, я просто общался с деревенскими жителями. Это много ездил и в Климово, так вот везде, когда на трассу поедешь где-то в деревнях, пообщаться. А вот когда я побывал в 2008 году в Корвале первый раз, и все. И она меня влюбила в себе. И этот народ, этот народ вепсы, да и карелы тоже самое, это, знаете, такой народ, с которым интересно еще из-за того, что они, с ними довольно сложно дружбу затеять. Но если ты начинаешь нормально дружить, не обманывать людей, помогать и все, все, это уже тогда друзья навеки. И вот до сих пор вспоминаю, на самом деле приезжаешь, особенно в Корвало, вот эти Владимира, когда репитер поставил, связь какая-то появилась, а так через знакомых, Анна уже знала, если я еду, это всегда и латка в русской печи будет для меня, и рыба жареная, я уже не говорю про все остальное. А это каша в чугунке, это каша в чугунке, а кашу люблю всякие. Вот, это всегда так. А снимаете в РАФ или в G5? А в двух форматах я всегда снимаю. Сейчас же, знаете, памяти хватает, много поставил эту флешку, и сразу пускай, дома приехал, сразу перебросил в компьютер, потому что РАФ, он нужен из-за того, что, особенно, когда условия освещенности условные, или свет сложный, вот такой, тут же лампы накалили, еще натриевы, еще присоединяются, а чтобы сделать естественно, надо, лучше, конечно, с РАФом работать. А в шопе? Да, ну, я, знаете, смотря когда, как вот у меня, какая съемка, мне очень нравится программа, это самое, Кэпши НХ-2, это Никоновская программа, она заточена под Никон, но можно на ней и фуржи обрабатывать, на этой, она очень быстрая, если он хочет что-то быстро, какой-то там, отснял и сразу разместить, быстрее тут, потому что в камере.ру, да, в фотошопе, там дольше это получаться, но там качественнее, а фонстового... Нет, нет, вот у меня две программы стоят, я только ими, я только ими. Ну, Николай спит опять, наверное? Нет, он курит. А, курит. А то мне начинают там рассказывать, вот я тут, ну, без него говорить, там, маски, слои, там, и все. Я говорю, Николай, да я не знаю, что это такое, как не знаю? Нет, Владимир, он знает, он делает замечательно, да, это очень интересно, все. Но я почему-то, не знаю, я сторонник того, чтобы получить нормальный файл. Вот почему я, когда снимаю, особенно пейзажи, я таскаю с собой целую коробку, у меня светофильтры. И градиенты различные, и все, даже за рубеж ездил, всегда с собой таскал, потому что, если ты исходный сделаешь, она всегда интереснее у вас. Потому что, да, сейчас единственное, что вкусы аудитории несколько изменились. Даже не несколько, особенно женской аудитории, намного изменились. Им надо побольше, там, насыщенности, контрастности, еще и все. Поэтому под них уже стараемся. А так лучше свои делать, вот так. А скажите, пожалуйста, а в Польше есть у вас полный русский? Есть, есть. Потому что мой пращур, значит, он в 17 веке, когда литовцы с поляками шли сюда, в Россию, он попал в плед. Его отправили в Вятскую губернию, где он ксенц был. Как плед, он сказал? Да, как плед. Значит, он там основал деревню, Поповщина, значит, такую деревню. И вот оттуда пошел наш род. Ну, может быть, потом изменятся времена, как-то наши, наверное, начнут потом и что-то там дальше делать, изучать. Так что, вот, с этим. Поэтому, пожалуйста, вот здесь вот эти книги, можете взять, полистать, здесь посмотреть какие-то вопросы, давайте пообщаемся. Я готов, у меня времени много. Donc, все о том, что если мы не можем получить одну иcir Sure Leopold и что-то так они, наверное, это закупился. Этоật, которые, наверное, мы хороши, неzem are. Так вот здесь, по-моему, Александр. Продолжение следует...